Предоставить слово уважаемому Юрию Петровичу Гармаеву, основателю концепции базовых криминалистических методик, человеку много сделавшего для того, чтобы отыскать формы предоставления разрабатываемых криминалистами знаний нашим практикам, а кроме того, человеку, который очень много сделал для решения проблем профилактики коррупционных преступлений. Юрий Петрович. Дорогие мои коллеги, здравствуйте еще раз. Очень приятно впервые увидеться с Томском и его апологетами, хотя бы не очень, но хотя бы так, в прямом эфире, тем не менее. Очень приятно. Я правильно понимаю, что вот ощущение, в отличие от многих других конференций ЗУМа, есть такое объяснение домашней обстановки, домашней атмосферы сегодня у нас в сексуальном заседании. Вообще по данной теме с этим направлением. И я предполагаю, что у вас может возникнуть ощущение некой нетипичности, скажем так, мягко говоря, некой нетипичности этой темы именно в контексте криминалистических научных исследований. И это не мудрено, потому что, к сожалению, это направление, эта тематика на текущий момент, можно сказать, что еще не обозначилась ни в научных криминалистических исследованиях, ни в междисциплинарных разработках. Поэтому, безусловно, ни у кого не вызывает из присутствующих сомнения, сколь вредна коррупция в нашей стране, особенно коррупционные преступления. Но обратите внимание, что если мы вообще, когда говорим о противодействии коррупции, не кажется ли вам, что всегда в основном и прежде всего речь идет о коррупции в госсекторе? Мы говорим о взятошности традиционно, о хищениях и так далее, имея в виду деятельность государства. Между тем, как мы с вами прекрасно понимаем, будучи специалистами в этой тематике, что на самом деле коррупция в частном секторе, в так называемом недосударственном секторе экономики, в бизнес-сообществе, она нисколько не меньше, а иногда в некоторых контекстах, аспектах, особенно на международном уровне, она еще опаснее, еще масштабнее. И вот с каждым годом, особенно на рубеже 20-21 иков, в последние годы, большая роль в предупреждении коррупции стала отводиться именно бизнес-сообществу. В компаниях всего мира началось постепенное внедрение антикоррупционного комплаенса, и, знаете, бизнес, он и есть бизнес. Он, как вы знаете, бизнес, он энергичен, он масштабен, он мыслит структурированно. Поэтому к вопросам внедрения антикоррупционного комплаенса бизнес-сообщество подошло очень серьезно. Это в том числе и российское бизнес-сообщество. Разрешите, так сказать, можно сказать, что по ходу пьесы сделать небольшую презентацию нашей монографии. Наши – это два профессора высшей школы экономики. Профессор Моркунцов Сергей Александрович, вот посередине. И профессор Эдуард Александрович Иванов. Повторюсь, это профессора высшей школы экономики. Каждый из них в своей области. Например, Сергей Александрович, известный специалист в области уголовного права и криминологии. Эдуард Александрович Иванов – это юрист международный. Автор монографии по антикоррупционной компании. И вообще известный человек. Цель моего доклада, уважаемые коллеги, заключается в том, чтобы убедить вас, может быть, апробировать. То есть обсудить с вами, получить обратную связь в вопросах междисциплинарной концепции антикоррупционного комплайенса и той роли, которой может играть криминалистика в этом процессе. Итак, возможно ли криминалистика в антикоррупционном комплайенсе? Или так, будет ли полезен для комплайенса комплекс знаний, который предлагает криминалистика? Этот вопрос хотел бы отметить в доклад. Итак, разрешитесь для начала напомнить, что такое, собственно, антикоррупционный комплайенс, хотя, я думаю, присутствующие что-то слышали об этом. Итак, определение профессора Иванова Эдуарта Александровича, которое он дал в нашей монографии, в первом ее разделе. Итак, антикоррупционный комплайенс – это процесс управления. Обратите внимание, это не профилактика коррупции. Это, собственно, процесс управления, который позволяет определять применимые правовые нормы, выявлять и оценивать коррупционные риски, создавать локальные нормы организации с учетом этических принципов, а затем принимать меры, направленные на соблюдение организации и взаимодействующие лицами правовых норм, локальных норм организации и профилактику коррупционных рисков. Следует вспомнить о том, что комплайенс бывает не только антикоррупционный. Бывает, как вы знаете, наверное, налоговый комплайенс, комплайенс в сфере финансовых рисков и другие виды комплайенсов, то есть процессов управления. Это определение одновременно и шире, и уже, собственно говоря, профилактики коррупции. И об этом мы сейчас немножечко поговорим. Итак, в нашей монографии мы решили задачу, как нам кажется, что мы решили задачу разработки междисциплинарной концепции антикоррупционной комплайенсы, которая основана на использовании достижений наук международного права, уголовного права криминологии, а также, что особо подчеркиваю, криминалистики и оперативной деятельности. Прежде всего, когда мы обсуждали идею, концепцию нашей монографии с авторами, мы изучали, рассматривали, конечно, ключевой вопрос. А каковы, собственно, основные источники для антикоррупционного комплайенса, где они находятся в криминалистике, в оперативной разработке, в науках и, может быть, даже в учебных дисциплинах. И не буду пересказывать все содержание монографии, но основной, может быть, основной источник криминалистической составляющей антикоррупционного комплайенса – это криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений, это в целом, а также криминалистическая характеристика и методика расследования коррупционных преступлений. И, кроме того, коллеги, как вы знаете, в науке оперативно-розыскной деятельности разрабатывается такое направление, как оперативно-розыскные методики. Часть из этих методик являются закрытыми, да, мы не можем их изучать, не имея соответствующих допусков. Но и они, по сути говоря, раскрывают те средства и методы, и приемы, с помощью которых предупреждается, выявляются, раскрываются и расследуются антикоррупционные преступления. Итак, коллеги, если говорить о состоянии антикоррупционного комплайенса в целом, то я вам могу сказать, что, изучив множество трудов в силу необходимости работы на панагаре, что на текущий момент антикоррупционный комплайенс без наших с вами наук, он превратился в некую форму без содержания. То есть, все, что пишется про антикоррупционный комплайенс, это то, как его организовать. Вот, в конкретной компании, да. К примеру, уважаемые коллеги, знаете ли вы о том, что наши крупнейшие операторы сотовой связи, в том числе МТС, значит, в одной из стран Средней Азии нарвались, иначе и не скажешь, нарвались на уголовное преследование со стороны американских, американских институтов правовых за, так сказать, по обвинению, по обвинению в коррупционных преступлениях. Почему? Потому что, как вы знаете, в ряде стран, в США и ряде стран Европы к уголовной ответственности, субъектом уголовной ответственности являются юридические лица, и вот было возбуждено уголовное дело в отношении, и, кстати, не только названной компании, но и ряда других. И представьте себе, за преступления, которые совершены на территории Узбекистана, насколько я помню, к уголовной ответственности привлекали в США и штрафы платили не в страну, которой предположительно причинен ущерб. Ее руководство, вероятно, я говорю вероятно, потому что приговоры судовались, вероятно, коррумпировалось представителями бизнеса. А мы, так сказать, компании были платить штрафы в американскую экономику. Вот этот нонсенс, он, кстати, на мировом уровне повторяется многократно. Многократно, и, значит, прямо скажем, некоторые европейские государства, прежде всего, повторюсь, США и Великобритания, по сути говоря, по всему миру преследуют представителей бизнеса, возбуждают против них уголовное преследование, а потом прекращают его за огромные штрафы, то есть пополняют тем самым свою экономику. Понимаете, да? И при этом ни копейки не падают в те государства, которые якобы, так сказать, пострадали от коррупционных действий. И, к сожалению, изучая опыт защиты, по сути, незаконного уголовного преследования со стороны международных правовых институтов и некоторых стран, мы заметили о том, что нашим коллегам, нашим землякам, в том числе и представителям российской компании, ну, явно, коллеги, явно не хватает знаний в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Может быть, что-то их юристы понимают в вопросах квалификации коррупционных преступлений, в том числе и на международном уровне, и на уровне конкретного национального законодательства, да? Но, к сожалению, в вопросах криминалистики ОРД по объективным причинам специалисты, юристы не применяют необходимых знаний. И это понятно, да? Мы же с вами помним, что, как правило, юристы компаний это не специалисты, не криминалисты, это цивилисты. Вот, это цивилисты, и это, наверное, мешает. Привлекать грамотных юристов-криминалистов, к сожалению, нет такой практики практически. Вот. Первый вопрос, который возникает при обсуждении концепции использования, межрисплинарной концепции антикоррупционного комплайенса, это опасение о том, не будем ли мы, к примеру, представьте себе, компанию «Газпром» умеется на множество международных рынков. И, соответственно, нам с вами, юристам, криминалистам, необходимо провести какое-то занятие в этой компании, в компании «Газпром» или в какой-то дочке, да, о том, как не совершить в рамках антикоррупционного комплайенса. То есть, рассказать им о том, как им не стать, так сказать, субъектами уголовного преследования, да, на международном уровне, соответственно, с международным законодательством и уголовным национальным законодательством страны, так сказать, ведения бизнеса, да. И, разумеется, велика опасность в том, что мы, криминалисты, зная криминалистическую характеристику, методику расследования соответствующих коррупционных преступлений, например, взятошничества, да, хищений и так далее, как бы мы с вами не скатились до инструкции по совершению преступлений и уклонению от уголовной ответственности. Наверняка, коллеги, многие из вас задумывались над такой проблемой. Ведь, по сути, тот, кто знает криминалистическую характеристику преступления, это же идеальный преступник. Это идеальный коррупционер, в части, если говорить о криминалистической характеристике коррупционных преступлений. Между тем, как мы знаем, все наши методики, криминалистические методики расследования коррупционных преступлений, они находятся в открытом доступе. Размещены в учебниках, в консультанте, плюс в гарантии, в интернете масса публикаций. Итак, ни в коем случае мы не должны опускаться до инструкций по совершению преступлений. Правильным подходом является, к примеру, излагать криминалистическую характеристику таким образом, чтобы довести до сведения представителей бизнеса, какими могут быть попытки вовлечения добросовестных сотрудников компании в преступную деятельность, и каковы негативные последствия этой деятельности, коррупционной преступной деятельности. В то же время, в части методик расследования коррупционных преступлений необходимо сделать особый акцент на неотвратимости, разумеется, уголовного преследования, а также на средствах и методах защиты от незаконных или некомпетентных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов. Я об этом сейчас скажу. Обратите внимание на пункт А. Ваш покорный слуга, вероятно, вы знаете, я провел несколько сотен занятий для представителей бизнеса, для должностных лиц государственных органов и органах местного самоуправления по тематике предупреждения коррупции и защиты от незаконного обвинения в коррупционном преступлении. Мы как-то считали тут с моими коллегами, мы в общей сложности провели около 500 таких занятий за последние 15 лет. То есть занятия проводились не для ИСОВ. В основном, к примеру, множество занятий проведены в Национальном банке, в налоговых органах, в таможенных органах, повторюсь, в органах государственных властей, местного самоуправления на региональном уровне и так далее. И вот отгадайте, коллеги, какая информация в рамках профилактики коррупции больше всего вызывала интерес и оставляла, ну, скажем так, неравнодушное волнение у слушателей-неюристов. Не догадаетесь? Наверное, срок уголовной ответственности, а решение свободы нет? Нет. Нет. Даже не сроки наказания за совершение коррупционных преступлений. Как снизить риски привлечения, скажем так. Да. Да, 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 к сожалению... Олег Владимирович, приветствую вас, дорогой. Вы знаете, это тоже снижение коррупционных рисков, но больше всего их почему-то интересовало то, как их могут за руку поймать. И когда им рассказываешь о том, что основные средства и методы, самые эффективные, это методы ОРД, примерно рассказываешь им о том, как их могут прослушать телефонные переговоры, каким образом проводится оперативный эксперимент по передаче взятки. Мы знаем, что это в основном открытая информация, да? Сколько угодно же в интернете информации, в учебниках о том, как проводится оперативный эксперимент. Вот. Как там меченые деньги, понимаете, оперативное наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, повторюсь, да? И, собственно говоря, задержание с поличным. Итак, больше всего чиновников и бизнес, и, как ни странно, болезненно интересуют именно вопросы выявления, раскрытия преступлений, то есть наши вопросы. Вопросы криминалистики и вопросы ОРД. Не вопросы там, какое мы место занимаем в рейтинге Transparency International. Не меры наказания, не государственные меры по противодействию коррупции. Нет. Больше всего человека интересует своя рубашка. Посмотрите, вот она, на мне рубашка. Какого она цвета? Вот. Она очень близка к моему телу, и так же, как и рубашка каждого из вас. Так вот, люди боятся. Люди боятся уголовной ответственности, коллеги. Во-первых, законной уголовной ответственности. А во-вторых, коллеги, с учетом того, что творится в средствах массовой информации в плане негативного отношения к правоохранительных органах, коллеги, люди очень опасаются незаконного уголовного преследования. Либо уголовного преследования по мелочам. Это я так условно говорю, поскольку, когда им рассказываешь, что минимальный размер взятки в стране не существует, и есть примеры привлечения к уголовной ответственности за получение взятки в размере двух бутылок пива, а это реальные уголовные дела. Или три года назад мы нашли тут уголовное дело за взятка в размере 200 рублей приговор к реальному сроку лишения свободы. То есть люди в шоке, понимаете? Люди находятся в состоянии дикого возмущения по принципу, эй, правоохранительные органы, вам делать нечего, да? Вы почему с реальной коррупцией не боретесь, а ловите врачей и учителей за взятки в виде коробки конфеты и бутылки шампанского? И вот поэтому, коллеги, очень актуален вопрос в рамках антикоррупционного комплаенса. Это вопрос необоснованных, подчеркиваю, коррупционных рисков. Этот термин не наш, то есть не авторов этой монографии, и не мой лично. Этот термин предложили специалисты в области уголовного права, в частности профессор Яни Павел Сергеевич в одной из своих публикаций на тему антикоррупционного комплаенса. Итак, коллеги, в рамках занятия для бизнеса очень интересно и полезно рассказывать о том, что есть действительно факт, отдельные факты привлечения к уголовной ответственности незаконно, либо необоснованно. А также тенденция, когда правоохранительные органы в основном раскрывают и расследуют мелкие, условно говоря, мелкие коррупционные преступления. Что по статистике у нас врачи, учителя, преподаватели вузов и мелкие государственные муниципальные служащие. Мелкие, ну, в кавычках, разумеется, да? То есть невысокого ранга, невысоких должностей. Вот. Между тем, уважаемые коллеги, я глубоко уверен, что в рамках занятий по антикоррупционному комплаенцу и в целом по профилактике коррупции ни в коем случае не допустим некая демонизация правоохранительных и судебных органов. Нужно все-таки строить примеры не только на негативных факторах, но и на позитивных моментах. Ни в коем случае, вот, я считаю, что это наша социальная ответственность. Мы, криминалисты, все-таки государственники и все-таки должны поддерживать позитивный имидж правоохранительных органов. Однако, коллеги, настоятельно, вот, вот, мое личное наблюдение в рамках проведения сотен этих занятий, да, обязательно, где-то в конце можно и нужно говорить о защите от незаконного либо от необоснованного обвинения в совершении коррупционного преступления. Спасибо. И здесь, и здесь, согласитесь, коллеги, никто, кроме нас, криминалистов и специалистов ВОРД, лучше этого не расскажет. Необходимо переработать профессионально изложенные объемные информации в краткую упрощенную форму для специфического адресата, то есть для представителей бизнес-сообщества. В заключении хотел бы сказать, коллеги, наша наука криминалистика, а также оперативно-рискная деятельность испытывает не самые простые времена. И вот сама концепция, идея использования криминалистики ВОРД в рамках антикоррупционного комплаенса, дает нам, представителям нашей науки, широкое поле для деятельности и для повышения авторитета нашей науки и ее конкретных представителей в бизнес-сообществе. Потому что то, что мы можем донести до представителей бизнеса, это уникальная информация. Ни специалисты в области уголовного права, ни криминологии, ни антикоррупционного права, так называемого, вновь формирующегося, эта информация, ну, при всем уважении коллегам, не обладают. И поэтому настоятельно рекомендую вот те, кто интересуется расследованием, предупреждением коррупционных преступлений в контексте криминалистики ВОРД, поддержать наши идеи и вливаться в стройные ряды тех, кто будет заниматься использованием криминалистики в рамках антикоррупционного комплаенса. Вот, если есть желание, коллеги, пройдите по вот этому QR-коду, здесь вы можете подписаться на наш видеоканал «Научная школа». В ней есть аж два плейлиста, посвященные противодействию коррупции, в том числе и антикоррупционному комплаенсу в сфере бизнеса. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Юрий Петрович. Ну, это доклад уровня пленарного, то, что должно было вчера прозвучать, вдобавок к тем докладам, которые были. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросу, но только вопросы краткие, с самой сути. Да, и ответы тоже краткие. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, пока... Юрий Петрович, пожалуйста, Олег Владимирович. Дорогой Юрий Петрович, вот меня очень заинтересовал ваш доклад вообще генератор новых идей в криминалистике, это я вот заметил. Очень приятно, что у нас криминальство нисколько не стагнирует, а действительно развивается благодаря таким умам, как вы. Вот по поводу комплаенса, поскольку я на госслужбе знаю, что это за термин, то есть это строгое выполнение действий в строгом соответствии с целью. Цель у нас анти, то есть антикоррупционная. Я, как в одной публикации, пользуясь американским опытом, писал как-то, что мы как-то привыкли к слову анти-анти, антикоррупционная, анти того-анти того, то есть противодействие, борьба с преступностью и прочее. В США очень активно развиваются модели, так сказать, прибития позитивных примеров. Вы в конце об этом сказали, кстати. То есть не против коррупции, а за конструктивное, правильное и законное поведение госслужащих. То есть не потому, что вот их не поймают за руку, еще что-то. Просто когда ты работаешь на госслужбе, ты понимаешь, вот здесь вот очень тонкая грань, здесь вот чуть-чуть повернул и уже оказался за пределами закона. Поэтому, может быть, учить еще и тому, не только как не нарушать, но как и не нарушать закон, то есть позитивным, так сказать, моделям поведения. Не анти, а за. То есть не против всего плохого, за все хорошее. Спасибо. Олег Владимирович, приветствую. Спасибо еще раз за хороший, замечательный вопрос. У нас совершенно с вами нет противоречий. Вы говорите совершенно верно. Более того, если говорить о такой форме антикоррупционного комплайенса, как антикоррупционные просветительские мероприятия, лекции, семинары, тренинги и так далее, хотя это не единственная форма антикоррупционного комплайенса, как вы понимаете, то, разумеется, прежде всего, в первых, так сказать, строках необходимо говорить о правомерном проведении, поведении. Более того, этические стандарты, может быть, важнее всего остального. Вопросы противодействия коррупции и, в частности, в комплайенсе. Но дело в том, что, Олег Владимирович, дорогой, в части вот этого позитивного поведения у нас, у криминалистов, у РДшников, так сказать, есть серьезная конкуренция. Там есть кому чего рассказать. Вы заметили, что занятия по противодействию коррупции кто только не проводит у нас? И философы, и психологи, и политологи, и психологи, повторюсь, да? Но ни в коем случае без критики к этим уважаемым людям, специалистам, они дают очень ценные знания, да? Но дело в том, что я сейчас говорю о том, какие уникальные вещи, причем страшно интересующие аудиторию, бизнес-аудиторию, можем дать мы, криминалисты, с нашим специфическим опытом, с нашей методологией и с нашими знаниями. А вот это, в этой части, это как раз вот как выявляются коррупционные преступления, незаконная, защита от незаконного обвинения. То есть это наша уникальная ниша, Олег Владимирович. Я ответил на вопрос? Согласен. Спасибо. Еще вопросы, уважаемые коллеги. Послушайте. Пожалуйста, пожалуйста. Юрий Петрович. Доброе утро еще раз. Знаете, внимательно слушаю. Спасибо. Очень интересное такое сообщение, такой доклад. Знаете, я для себя, может быть, я не услышал, хотелось бы просто уточнить вот в вашем вот этом, в вашей монографии. Отведено ли место вопросам производства в суде? Ведь огромные, скажем так, вопросы возникают, как судье, скажем так, квалифицировать то или иное деяние. Действительно ли имело место быть преступление или не преступление, скажем так, и вот как распознать в суде, действительно ли здесь коррупционное преступление? Потому что я увидел аспекты, связанные с оперативным сопровождением, у вас методики оперативные, вы там предлагаете, досудебные различные вещи, а вот про суд не прозвучало. Вот уточните, пожалуйста. Хороший вопрос, Николай Ильич, хороший вопрос. Для того, чтобы на него ответить, коллеги, обратите еще раз внимание на понятие антикоррупционного комплаенса, да? Это процесс управления и так далее. Это именно процесс управления, который позволяет определить, в том числе и профилактировать коррупционные риски. Когда уголовное дело уже в суде, как мы с вами понимаем, Николай Ильич, не так уж и много вариантов с учетом количества процентов отношений от договоров по отношению к обвинительным, да? Мы с вами это прекрасно знаем. Это обычно принято считать недостатком российской судебной системы, хотя я вовсе так не считаю. Так вот, коллеги, ну, доклад позволил. Потому что мы там разрешили, видите? Да, да. Я разрешу, что я поговорю. Валерия, пожалуйста. Алло. Так вот, регламент не позволил мне раскрыть все аспекты. Разумеется, когда мы проводим, к примеру, антикоррупционное просветительское занятие в компании, да? Вот представьте, Николай Ильич, вы же в Новосибирске живете, так вот, да? Представьте, насколько интересно будет, поскольку вы знакомы с методиками расследования коррупционных преступлений и с вопросами ОРД, насколько интересно будет, допустим, если проведут серьезно это, организуют занятия, допустим, вашей крупной новосибирской компании, да, именно по комплайнсу, и вы, как криминалист, расскажете, в том числе, о всем вышесказанном, в том числе, и вопрос о квалификации преступления, да, оценке тех или иных деяний в суде и так далее. Но наверняка, Николай Ильич, предполагаю, что когда вы будете проводить такое занятие, вы наверняка скажете, с учетом опыта, статистики и так далее, что для цели антикоррупционного комплайнса желательно не доводить дело до суда. Спасибо, Ильич. Коротенький вопрос. В расчете на короткий ответ. Спасибо, Ильич. Не думали над этой идеей? Частью. Пусть это будет параграф, пусть это будет... Вот. Но вместе с тем... Пожалуйста. Ильич, простите, я, кажется, из-за технических неполадок и из-за задержек. Я перебивал вас, да? Потому что задержка звука идет. Вопрос такой. Вот высказанное вам положение могут быть частью криминалистических методик по расследованию самых различных видов преступлений? Безусловно. Спасибо за вопрос, Алексей Степанович. Я как раз сейчас днем с огнем, наверное, ищу толковых, даже не одного, а двух-трех толковых инферантов, чтобы подарить им темы, связанные с криминалистической составляющей антикоррупционного комплекта. Есть там? Это безусловно. Во-вторых, давайте не будем забывать, что предмет криминалистической методики, как и криминалистике в целом, будет еще и предотвращение преступлений, да? Антикоррупционный комплайнс это прежде всего профилактика. В этом плане криминалистика однозначно и методики расследования однозначно могут включать провинтивную составляющую, в том числе и антикоррупционный комплайнс. Спасибо. В заключение, Алексей Степанович, с учетом интереса, который, так сказать, проявили уважаемые участники конференции, если у кого-то есть желание получить в подарок нашу монографию, в том числе и в электронном виде, во всяком случае я обещаю, что я могу отправить свой третий раздел, он самый крупный по объему, то есть криминалистическая оперативная составляющая антикоррупционного комплайнса. Вот это я могу вам передать в PDF-формате, так сказать, любому, который обратится в переписки. Я сейчас готов. Я напишу свой электронный адрес, если кто-то не знает. Пожалуйста, обращайтесь, пишите безвозмездно, то есть даже. Юрий Петрович, я уже поднял руку. Спасибо большое. Я в переписке. Ну, это Юрий Петрович Гармаев, только ему мы разрешаем столь долго излагать свои положения. Потому что это не вседельное положение.